МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального целевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Молодые управленцы и выпускников чубоксарского филиала Ранхикс поздравил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Долгожданные изменения в музыкальной школе имени Ходяшевых завершился первый этап капитального ремонта. Ум и логика. Сегодня отмечается Международный день шахмат. Дипломы о высшем образовании получили сегодня будущие государственные и муниципальные служащие. И те, для кого учеба в этом престижном вузе стала возможностью получить второе высшее образование. Выпускников чубоксарского филиала Ранхикс поздравил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Долгожданные дипломы получили 146 выпускников академии. Большинство из них уже работают в сфере государственного и муниципального управления и прекрасно понимают степень своей ответственности. Работодатели тщательно отбирают претендентов на должности. Это практически государственные и муниципальные службы. Перебираем, конкурс объявляем. В отдельных случаях до 15 человек предоставляют на разные конкурсы. В отдельных случаях на отдельные должности очень сложно подбираем кандидатуру. Глава Чуваши призвал вчерашних студентов быть амбициозными и с молодости выстраивать свою карьеру. Чтобы стать управленцем высокого класса понадобится года. Сегодня филиал является достаточно динамично развивающимся учебным заведением. И, безусловно, ресурс этого развития – это поддержка со стороны органов власти. Безусловно, в лице главы Чувашской республики, в лице администрации главы республики, правей кабинета министров, муниципалитетов, с которыми у нас очень тесные рабочие отношения. Диплом – это еще не открытая дверь в успешное будущее, но хорошая прочная основа. Благодаря полученным знаниям, выпускникам будет легче выстраивать свой трудовой путь. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. В конце прошлого года крупнейшая в Чувашии строительная компания «Старко» попала в поле зрения прокуратуры. Причиной стала задолженность по зарплате сотрудникам. Спустя полгода ситуация изменилась. В декабре 2016 года почти 400 работников не могли получить заработанные деньги. Долг по зарплатам составлял 8 миллионов рублей. Был установлен факт не выплаты заработной платы свыше двух месяцев в счет в том году. И по инициативе прокуратуры Московского района возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора фирмы «Старко» Николаева. Приговор по указанному делу вынесен 10 мая 2018 года. Назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Со слов помощника прокурора в фирме «Старко» имелась возможность выплачивать заработную плату. Но руководство совершало другие сделки и хозяйственные операции, что привело к большой задолженности. На сегодня долг заметно сократился – до 2 миллионов рублей. В скором времени он должен и вовсе обнулиться. Есть график погашения задолженности, согласно которому в июле месяце полностью загруза задолженности должна быть погашена. Организация выходит на нормальный темп работы и сроки выплаты заработных плат. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Чувашские кадеты стали призерами оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1». Он работал в Нижегородской области. На протяжении нескольких недель юно-армейцы постигали азы военного дела и сдавали нормативы по плаванию, подтягиванию, пожарной безопасности. В копилке команды из нашей республики награды – военизированные эстафеты, беги на тысячу метров и сборки автомата Калашникова. Между тем, в Чувашии начали готовить парашютистов-десантников. Об этом нашему каналу рассказал военный комиссар Чувашия. Подготовкой будущих десантников занимаются специалисты ДСААФ. На протяжении многих лет эта организация обучает водителей для вооруженных сил. Первый выпуск армейских парашютистов уже призвали войскам, отметил Александр Макрушин. В этом году ДСААФ подготовило 10 ребят-стрелок-парашютистов. Раньше этого у нас не было много лет. До этого ДСААФ работало, парашютисты готовились, это более 15 лет назад. Сейчас мы такой пробный проект попробовали, получается. Хорошая тема, надо развивать, чтобы ребята уже шли тоже парашютисты с прыжками и так далее. Александр Макрушин стал гостем программы «По существу». Тема очередного выпуска – особенности весенней призывной кампании. Как в республике выполняют план генерального штаба и борются с уклонистами? Почему в армии сокращается количество солдат-срочников и становится больше контрактников? И говоря вообще о контрактной службе, у нас в этом году наряд в пределах где-то 700 человек. В прошлом году такой же был наряд, мы тоже выполняем эти показатели по контрактной службе. Ребята с удовольствием идут служить, тем более что контрактная служба, она сейчас престижна. Подробное интервью с военным комиссаром выйдет в эфир нашего канала завтра, сразу после выпуска новостей. Наши коллеги из пресс-службы МВД провели очередной рейд. Столичная набережная привлекает иногда вовсе не туристов. Эти места облюбовали любители выпивки и кальянов. Их здесь можно увидеть чаще, чем пешеходов или велосипедистов. Поклонники дымительных смесей встречают полицейских удивленными взглядами. Стражи порядка в очередной раз напоминают, набережная не место для курения, законом это запрещено. Сотрудники хотят убедиться, что в кальяне табак и незапрещенные вещества. Поэтому отдыхающих отвозят для проверки в столичный отдел полиции. Через десятки метров очередная кампания. Здесь и градус веселья выше, и людей больше. Не смущает выпивающих и ребенок. Сотрудники полиции прекращают шумное застолье. В отношении матери несовершеннолетние составляют протокол за распитие спиртного на месте совершения правонарушения. А мужчин просит сесть в служебную автомашину. Нетрезвую кампанию стражи порядка доставляют в отдел для дальнейшей проверки. Меня очень расстраивают люди любого возраста, которые в нетрезвом виде по улице, простите, шляются. Конечно, это видят дети, конечно, это видят подрастающее поколение подростки. И, разумеется, они воспринимают это как должное. Я против этого. Я хочу, чтобы молодежь занималась спортом, проводила культурно свое свободное время. За короткое время сотрудники полиции выписывают около 10 административных материалов. Отдыхающие, как один, недоумевают. Распитие пива, курение кальяна им не кажется серьезным правонарушением. А некоторые и вовсе считают, что пьяные посиделки в общественном месте разрешены российскими законами. На территории Чувашской республики участились факты распития гражданами спиртных напитков в общественных местах и на улицах. МВД по Чувашской республике предупреждает, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф. Сотрудники полиции целенаправленно ежедневно проводят мероприятия по изъятию с улиц данных граждан. Сотрудники полиции напоминают, незнание законов не освобождает от ответственности. Нарушителям придется выплатить денежные штрафы. Набережные Чебоксар под пристальным вниманием стражей порядка будут находиться до конца летних каникул. Они по-прежнему будут проверять отдыхающих и выявлять безответственных граждан. Ежегодно в июле художники из России, Украины и Белоруссии приезжают в Чувашию. Они участвуют в международном Кокелевском пленэре. В этом году он уже одиннадцатый по счету. Традиционное место встречи – Батыревский район, село Тарханы. Это родина одного из основателей Харьковской государственной академии дизайна и искусства. Известного художника-уроженца Чувашия Алексея Кокеля. Сегодня в Чувашском художественном музее развернулась выставка работ участников 11-го Кокелевского международного пленэра симпозиума «Чувашия глазами России, Белоруссии и Украины». Валентина Качина из Харькова участвует в Кокелевском пленэре впервые. Рассказывают, что ее поразили люди в селе Тарханы, отзывчивые и готовые помочь в любой момент. Валентина решила, что она на пленэре будет работать в необычной для себя технике – акварель. Здесь на выставке две ее работы – перед дождем и лужа. Художница не соглашается с серостью обыденных вещей, потому на своих картинах она наполняет их красками. Такое ощущение даже, что я не работала, отдохнула, хотя много работала при этом. Эти дни прошли в работе и в отдыхе одновременно. У меня осталось такое ощущение удовлетворенности, что получилось именно акварелью. Она сохнет очень быстро, на солнце. У вас такая погода была, то дождь, то прям солнце печет. Валентина Викторовна Качина, вот она, украинская, с Украины, вот она, потрясающая. А это чем, не краски, да? Акварель, не краски. Акварель, акварель, настоящий акварель, да? Да, настоящий акварель. Еще один художник, белорус Николай Бондарчук, тоже впервые на Кокелевском пленере. До этого участвовал в подобных, но только в Европе. Его первое впечатление от Чувашии, как дома. Такая же природа, такой же климат, такие же трудолюбивые люди. Тут художник собрались реалистического плана, очень интересный. С некоторыми художниками я знаком, под другим пленером познакомился с башкирским художником, Чувашским художником, и очень приятно. И удивительно, что очень хорошие отношения между людьми, нет антагонизма. И как-то советы друг другу давали, удивительно. Делились опытом и так далее. Это очень интересно. Этот пленер уже одиннадцатый. За все годы в творческих встречах приняли участие 118 российских, украинских и белорусских художников. Они создали более тысячи работ. Кроме того, в Тарханах прошли творческие дискуссии, национальные традиции и современность в живописи российских, белорусских и украинских художников. Школьники и студенты могли получить практические советы на мастер-классах. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. В Чубаксарах завершился первый этап реконструкции детской музыкальной школы имени Ходяшевых. В этом году ее площадь увеличилась на 520 квадратных метров. Что уже сделано и что еще в планах, расскажет Сабина Вишневская. Раньше здесь был филиал. Наш филиал было три старых кабинета. Теперь вы видите, представьте, красное, здание, нарядное. Это сейчас просторные кабинеты и дизайнерские решения. А раньше всем желающим обучиться исполнительскому мастерству просто не хватало места. Около 400 учеников порой ютились в кабинетах, где даже не было окон. Но в этом учебном году условия изменятся кардинально. К школе по решению столичной администрации присоединили около полутысячи квадратных метров соседнего помещения. Не было малого зала, большого зала. Они освободятся. Раньше мы в этих залах вели учебные занятия. А теперь они будут работать по своему прямому назначению. Появится гардероб, которого у нас не было. В этом году детская музыкальная школа имени Ходяшевых вошла в топ-50 лучших детских школ искусств России. Теперь у учеников станет больше и качество обучения повысится, надеется директор. Тем временем в школе уже завершен ремонт систем отопления и отделка помещений первого и второго этажа. Установлены противопожарные двери. 520 квадратных метров площадей школы приобрели совершенно новый вид. Классная аудитория оформлена в едином стиле. До 1 сентября планируется завершить отделку внутренних помещений школы, зрительного зала и коридоров. К слову, музыкальная школа имени Ходяшевых не единственная в городе, где сейчас проходит реконструкция. Из муниципального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры только в этом году было выделено 32 миллиона рублей. А это значит, что к новому учебному году музыкальная школа имени Ходяшевых и еще 14 учреждений культуры будут полностью отремонтированы. Сабина Вишневская, Арена Гавелян и Игорь Зверев, Республика. Яркие цветочные композиции, необычные по дизайну скамейки и современные спортивные площадки. Московская набережная столицы Чувашия преобразилась до неузнаваемости. Наша съемочная группа заинтересовалась историей создания одного из арт-объектов – вход в подземный город. По легенде, на территории Чебоксарского Кремля существовал так называемый подземный город. Вскрыты от посторонних глаз подземные ходы. Возникли они в период смут и волнений при принятии христианства. В Чебоксарском Кремле было много монастырей и церквей. И чтобы спрятаться от набегов язычников, священники и монахи укрывались в этих подземных ходах и прятали свои ценные реликвии. Сегодня нет ни Кремля, ни других объектов, расположенных на этой территории. Но вход в подземный город удалось сохранить. Сейчас это отделанные под старину символические ворота, за которыми настоящая каменная кладка того времени. Борельефы перед входом украшены жанровыми сценами из городской жизни. Этой кропотливой работой в течение месяца занималась команда чебоксарского скульптора Андрея Молокова. Здесь я показываю городской пейзаж старых чебоксар той эпохи. Здесь я показываю, так скажем, горожан чебоксара, они одеты в одежду той эпохи. Пожилой человек идет с палочкой, с кошечкой идет. Борельеф сделан из бетона. Внутри барельефа находится каркас из арматуры, арматуры из стекловолокна, то есть не металл, не будет ржаветь и ржавчина не будет проходить наружу. Рядом с арт-объектом установили информационные стенды с описанием легенды и устойчивые цветочные конструкции. Стоимость проекта составила почти 5 миллионов рублей. Средства пошли на обеспечение безопасности. Вход в подземный город находится под назором камер видеонаблюдения. Дарина Игнатьева, Мария Шоколева, Олег Хикимов, Республика. Наша съемочная группа готовила репортаж на московской набережной Чебоксар. Вместе с отдыхающими в кадр попала змея. К счастью, это был молодой уж. Он неторопливо ползал среди пешеходов и явно привлекал их внимание. Ужи – не ядовитый вид змей, распространенный в умеренных широтах континента Евразии. Ужи обитают около водоемов. В городе, если есть водоемы, естественные водоемы, то они, конечно, там появляются. То, что водится в Чебоксарах около реки Волга – это естественное явление. Ужи, они относятся не к теплокровным животным, а к холоднокровным. Холоднокровные животные проявляют свою активность, когда жарко, когда тепло. Вот сейчас наступила жаркая погода и ужи стали активными. Впрочем, в городе могут водиться и ядовитые гадюки. У них, в отличие от ужей, нет желтых пятнышек на голове. При встрече с ними сохраняйте спокойствие и постарайтесь обойти. Чем занять детей на каникулах? Многие родители задаются этим вопросом. Сотрудники Чувашского национального музея знают ответ. Уже четвертый год подряд они проводят творческие мастер-классы для всех желающих. В мастерской «Фантазия» кипит работа. Дети и взрослые осваивают технику мокрого валяния из шерсти. Старательно, шаг за шагом, они выкладывают лепестки нежного и хрупкого цветка – лилии. Под руководством опытных педагогов делать первые шаги гораздо проще. Легче работать, потому что тут все объясняют. Когда я пыталась уже по видеоурокам делать это в первый раз, то как-то не понимала, не могла сделать. Ну и здесь шерсть более мягче, чем я брала. Когда я сделаю цветочек, то я отправлю этот цветочек своему брату. Среди молодых людей тоже находятся ценители прекрасного. К примеру, Николаю сюда привела девушка. Он признается, что далек от творчества и никогда раньше не работал с шерстью, но всегда открыт для нового. Впечатление забавно. У меня ничего не получается, но в целом что-то детское непосредственно такое веселое, в общем. А вот молодым мамам такие занятия позволяют провести время с пользой, научиться новому и заодно увлечь собственное чадо. Через такие мастер-классы ребенок общается к творчеству, красоте, к искусству. У каждого получается что-то свое, частичка своего, и каждая подделка неповторимая. Как правило, такие занятия пользуются спросом, и мастерские никогда не пустуют. На следующем занятии сотрудники музея планируют приобщить молодежь к искусству рисования акварелью. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня во всем мире празднуется Международный день шахмат. И если в дореволюционной России считалось, что молодым людям нет смысла играть в эту игру до 18, здесь нужна взрослая память и логика, то в Советском Союзе шахматные кружки пользовались особой популярностью у ребят 10-12 лет. Ну а сейчас юные таланты уже в 6 лет нередко становятся чемпионами. За ходом шахматной партии наблюдали наши корреспонденты. Итак, наша партия начиналась с одного из основных ходов Е2-Е4. Очень часто черные отвечают точно так же своим же ходом, получая равные шансы. Но в партии, которую мы посмотрим, черные сыграли иначе. За 3-4 партии профессиональный шахматист может видеть характер своего противника, который вряд ли раскрылся бы в простом будничном общении. Однако не только характер влияет на игру, но и игра способна изменить поведение человека, воспитать в нем определенные черты – целеустремленность, настойчивость и решительность. Но почему-то работает такая система только в детстве. Стиль игры часто зависит от характера ребенка. И это видно, когда ребенок приходит, как он пассивно играет или активно любит атаковать, любит защищаться, так же он ведет себя и в жизни проявляет. Маленькие дети могут еще и меняться. То есть, если он, например, пассивный, можно его настроить на активную игру. И это как-то у него характер, такой задор придает, и в жизни он тоже может измениться. Но это только с маленькими детьми проходит. Взрослые, как известно, не меняются. В детстве воспитанники ходят не столько на шахматы, сколько на тренера, поскольку преподавание не ограничивается сухими поединками. Занятие в кружках – это общение, всплеск эмоций, и в то же самое время сосредоточенность, уход во внутреннее «я». Детские партии отличаются от взрослых прежде всего тем, что зрелые игроки часто переносят конфликты шахматного боя на себя. И после особенно горячих сражений они долгое время не могут общаться в обычной жизни. С детьми все наоборот, они умеют быстро забывать. У них каждая игра идет на победу, но противники все равно помогают друг другу, подсказывают ходы и решения. Больше всего в шахматах мне нравится ходить на соревнования. Это очень весело. И когда ты не знаешь, какой будет результат, может быть и такой, и такой. Это очень интересно узнать, кто победит, а кто проиграет. В школе юные шахматисты почти все учатся на отлично. Умеют планировать свое время, что дает им возможность заниматься в большем количестве секций и кружков. Учителя отмечают у них особое внимание, хорошую память, усидчивость и развитое абстрактное мышление, которое обычно у детей формируется в 9 лет. И считают, что ускорению процесса способствует именно игра в шахматы. Я начал 3 или 4 года назад. Мне понравилось, потому что там надо думать. Потом я поступил в кружок, и мне понравилось ходить на соревнования. Там, когда уже все заканчивается, у тебя, например, низкий результат. И вдруг ты занимаешь призовое место. Мне вот так нравится, когда это неожиданно. Мы когда приходим, он пока все дети не уйдут, занимается, со всеми играет. А о том, кто и как занимается с талантливыми детьми, мы расскажем вам в фильме. А если подумать, сегодня в 20.50. Мария Леончик, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова